Добрый вечер, в эфире Вести Крачево-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Смотрите в нашем выпуске. Соблюдение критериев призыва в рамках частичной мобилизации. Главное требование оперативно рассматривать обращения граждан по поводу обоснованности мобилизации, отметил глава. В городскую думу 6-го созыва Черкесского возглавил Валерий Дедук, депутата республиканского центра. На втором заседании избрали главу муниципального образования. Качество летнего отдыха вышло на совершенно новый уровень. Итоги оздоровительной кампании подвели на совещание в Доме правительства. Студент занял пост директора. Сегодня в колледже индустрии питания, туризма и сервиса прошел день самоуправления. Сегодня глава Крачево-Черкесии Рашид Тимреза провел совещание по реализации указа президента России Владимира Путина о частичной мобилизации на территории республики. О ходе реализации указа доложил военком Сергей Белобородов. Вместе с военкоматами в тесном контакте работают члены правительства и местного самоуправления. Военная прокуратура республики. Самое пристальное внимание к соблюдению критериев призыва в рамках частичной мобилизации. Главное требование – оперативно рассматривать обращения граждан по поводу обоснованности мобилизации. Организованы работают телефоны горячей линии. Каждое обращение рассматривается в обязательном порядке, отметил Рашид Тимрезов. Также обсудили вопросы обмундировании призывных военнослужащих из Карачао-Черкесии. Каждый будет обеспечен всем необходимым снаряжением и одеждой согласно требованиям Минобороны России, заверил глава региона. Рашид Тимрезов поставил перед коллегами задачу организовать адресную работу с семьями мобилизованных. За каждой семьей будет закреплен социальный работник, организованы все положенные на федеральном и региональном уровне выплаты. В мотострелковой бригаде идет краткосрочная подготовка мобилизованных граждан для выполнения стоящих задач в специальной военной операции на Украине. Призывавшиеся жители Карачао-Черкесии обеспечены обмундированием и получат хорошее питание. Мобилизованные граждане проходят дополнительную военную подготовку, вновь отрабатывают навыки, приобретенные во время срочной службы. Все ребята призываются, приходят, получают форму, все организовано. Ну, как бы все служили, все, в принципе, порядки военнослужбы знают и требования от военнослужащих к ним. Теперь они уже сами военнослужащие, они понимают, что нужно себя вести ответственно, как от них требуют. Панических настроений нет, атмосфера у них достаточно прекрасная, ребята выходят, с желанием занимаются, все хотят что-то узнать, больше научиться, потому что, как бы, понимают, что куда они едут. То, что говорят, что здесь все плохо, не одевают, все зимнее, летнее только, это все не так. Нам все нормально выдали, все четко, новая форма, все в комплекте, и зимнее, и летнее, и больше там даже одевать некуда, блин. Все четко, как бы. Решение российского лидера Владимира Путина по объявлению частичной мобилизации считают правильным большинство жителей Карачао-Черкесии, в их числе и ветераны МВД, которые связали свою жизнь с защитой Родины. После 23 февраля я как-то сказал, что мы подняли голову перед Западом и Америкой, когда Путин 24 февраля ввел войска против нацистов на Украине. Мы гордимся, Путин, с вами. Если бы моя боль была, я бы вам героя России, наградил бы героем России, звездой. К сожалению, я не могу этого кому-нибудь сказать и сделать. И весь народ об этом говорит. Нормальные люди все говорят только об этом. И мы тоже будем дальше защищать свою Родину. Это нам положено, всем мужчинам. Даже в моем возрасте. Хотя, скажу такое, я родился в 1940-м за год до войны, и поэтому, наверное, люблю я тишину. Суть не в этом. Суть в том, что нет взрослых, стариков, молодых. Мы защитники нашей Родины. Точка. Военкомат свою работу делает. Был приказ Верховно-Главнокомандующего по приказам и Шойгу, министр обороны, мобилизовать. Они мобилизуют. Никаких вопросов не должно быть военкомату. Потому что ты хочешь, не хочешь. Это Родина. Вот, как сказали, есть такая профессия, Родину защищать. Надо защищать Родину, а не убегать. Ну, это все обычно знают, что там будет, как будет. Ну, дай Бог, чтобы все ребята были здоровы и вернулись сюда. Сегодня в Черкесске прошло заседание Городской думы. Депутатам предстояло выбрать своего председателя, главу региональной столицы. После прошедших в первой половине сентября выборов законодательные органы власти муниципального образования Черкеска закончились полномочия и прежнего руководства депутатским корпусом. На втором заседании народным избранникам предстояло определиться с кандидатурой нового главы столицы Крачево-Черкесии. По итогам голосования председателем думы шестого созыва единогласно избран Валерий Дедук, до последнего времени являвшийся директором городского зеленстроя. Благодарю вас за оказанное мне доверие. Обязательно приложу все усилия, чтобы оправдать его. Прежде всего, отмечу, что вступив на такую ответственную должность, все свои силы и знания направлены на заботу о благополучии граждан, дальнейшее развитие благоустройства родного города. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии. Температура ночью 11-13, а днем 23-25 градусов тепла. Атовая база «Жасмин Текстиль» предлагает в широком ассортименте приданное для невест, постельные принадлежности, полотенца и многое другое. Скидка 30% на все. Наличные и безналичные расчеты, а также кредит. Черкесск, улица Октябрьская, 321-Б. Телефон 8-938-030-30-50. Не терпите боль, мы знаем, как вам помочь. Клиника управления болью на базе Клиника Сити. Работаем каждый день без выходных. 2 и 3 октября прием ведет доктор медицинских наук Марк Гальперин. Успейте записаться. Ставрополь, Карла Маркса 4. Окна в рассрочку. Оконный комбинат. Продолжаем выпуск. Итоги летней оздоровительной кампании в Карачао-Черкесии и задачи по организации отдыха детей на предстоящий год обсудили сегодня на заседании в Доме правительства. Подробности у Карчао-Биджеева. 96 лагерей с дневным пребыванием и 6185 детей. 7 загородных организаций отдыха посетило 3120 юных туристов. А в пяти палаточных стационарных лагерях отдыхало 546 ребят. Качество летнего отдыха вышло на совершенно новый уровень. Школьники, родители, а также законные представители видят, что услуги в оздоровительных лагерях стали намного качественнее. Но есть и минусы, отметила министр образования. Это недостаточно хорошая материально-техническая база. Но в этом направлении ведется работа на федеральном и региональном уровнях. На уровне федерации дано поручению правительства разработать большую федеральную программу по развитию летнего отдыха и оздоровления. И о том, что будут возводиться новые модульные лагеря для наших детей. Эта программа рассчитана до 2030 года. И уже с 2023 года она начнет реализовываться во всех субъектах Российской Федерации. Все лагеря работали по примерным двухнедельным меню, учрежденным руководителями оздоровительных организаций, включающим овощные, мясные и молочные блюда. Все они были составлены с учетом норм и рекомендуемых объемов порций. Во всех летних оздоровительных учреждениях в штате имелись медицинские работники, осуществляющие наблюдения за детьми. Смены у нас составляли в загородных лагерях 14 дней, в лагере палаточного типа 10 дней. Между ними был перерыв не менее двух дней для того, чтобы провести противопрофилактические мероприятия, скажем так. И лагеря с дневным пребыванием детей смена составляла 21 день. С целью профилактики распространения новой коронавирусной инфекции в загородные лагеря были приобретены установки для обеззараживания воздуха, бесконтактные термометры. И все лагеря были укомплектованы средствами индивидуальной защиты персонала, кожными антисептиками, дезинфицирующими средствами. Можно добавить, что все летние лагеря в республике функционировали в соответствии с запланированными сроками и имели положительные санитарно-эпидемиологические заключения в соответствии с правилами и нормами. Карча Беджиев, Мухаммед Ашебоков. Вести Карачаева, Черкесия. Попробовать себя в роли педагога. Сегодня в колледже индустрии питания, туризма и сервиса Черкеска прошел день самоуправления. Полномочия директора, его заместителей и преподавательского состава ГИПТИС перешли на один день к студентам, исполняющим роль дублеров. Профессию педагога ребята испытали на себе. Альбина Ламкова расскажет подробнее. День самоуправления стартовал. Как и полагается федеральным законом о российском движении детей и молодежи, начали с патриотической части. Преподаватели, выбранные в качестве дублеров, с нетерпением ждали учебных звонков, чтобы поскорее приступить к выполнению поставленных задач, смело шагнув в мир науки вместе со студентами. Кирилл, 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 Кирилл. Желаю удачи. Я думаю, что ваша команда полностью справится с обязанностями администрации Курича. Спасибо большое. Полномочия передали лучшим студентам университета с пожеланием удачи. Затем в назначенное время состоялось оперативное совещание ректора-дублера с его заместителями. Фантазии и креатива современной молодежи не занимать, потому что творчество у них бьет ключом. А это значит, что в проведении дня самоуправления у них точно не возникнет никаких проблем, отметил директор колледжа индустрии питания, туризма и сервиса Виктор Китауф. А еще добавил, что привлечение студентов через управление колледжа является уникальным инструментом для подготовки к самостоятельной жизни. Нам работодатели говорят, что им нужны не только высококвалифицированные специалисты, но и порядочные, законопослушные, ответственные работники и граждане Российской Федерации. Для реализации этих задач, конечно, в колледже проводится огромное количество мероприятий. И мы всегда ставим задачу привлечения студентов в управление колледжем. Что за колледж? Вам, конечно, интересно. Туризма и сервиса – это всем известно. Вот наши педагоги, что нас любят и верят в чудесный мир, профессии. Нам откроют двери. Еще одно задание этого дня для студентов стало создание видеоролика. В нем рассказали о богатой жизни колледжа. Амалия Датхудаева выступила в качестве заместителя директора по учебной части. Роль дублера-преподавателя – давняя мечта. Она ответственна во всем. Любит учиться, уважает учителей и ценит их труд. Еще она – председатель студенческого комитета. Мы сегодня справимся, потому что по-другому быть не может. Подготовка к этому дню сколько шла у вас дней? Не дней, а, так скажем, недели две мы готовились. До вечера в колледже оставались, работали, менялись списки. Очень трепетно к этому относились. Очень ждали этот день. Также волнуемся, надеемся, что у нас все получится. На протяжении всего дня дублеры умело демонстрировали все свои навыки и умения. К своим новым обязанностям студенты отнеслись добросовестно и ответственно. Учебные занятия провели строго по расписанию. Работа в этом направлении налажена, так как студенческий день самоуправления стал традиционным для колледжа. А то, насколько он был познавательным, его контролировали студенты из руководящего состава. Дублерами преподавателей в этот день стали 30 студентов колледжа, которые провели в течение учебного дня полноценные уроки по разным предметам. А еще помимо возможности самореализации и проявления своих лидерских качеств, все узнали друг друга с новой стороны. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево, Черкесия. Это все Вести. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Чайки». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова